здравствуйте питер григорьевич я давно хотел с вами поговорить вот вы обсуждаете проблемы физики ну и все принципе понятно вот и там были некоторые интересные диалоги про восприятие про наблюдателя ну вы говорите что материя существует сама по себе вне зависимости от того видит ли ее кто-либо или нет ну я не спорю с этим вот у меня в принципе тут есть ряд вопросов я как начертил по быстрому вот вы говорите логика она сама себя доказывать с помощью первого логического закона достаточно вас этого дождества то есть она единая и другой логики никакой нет вот я тут общался с одним человеком я ему все это рассказывал и он меня спросила чем сама логика обосновывается то есть какое логическое основание должно быть у сам у самой логики у самих логических законов потому что в соответствии этой же логике она не должна предосхищать своего основания то есть делать круга она не должна ссылаться на саму себя потому что этот постология будет вот такой вопрос с этим вообще все просто логика это правило правильного мышления или законы правильного мышления они ни на какие круги не опираются за просто ну набор утверждений следуя которым вы можете внятно мыслить или не внятно мыслить вам дали набор таких утверждений которые помогают вам сосредотачиваться не более того тут нет никакой там зацикленной аксиоматике вот если вы правильно поняли вопрос от человека который вам его зайдет задал то там отсутствует суд претензии там просто общее такое рассуждение он вспомнил закон знакомую формулировку что не должно быть зацикленности в аксиоматике и выводах и он вам это озвучил какое-то имеет отношение к первому закону логики второму третьему в четвертом никакого он просто ну помните он сказал красивую фразу все вот смотрите есть такие некие да законы логики вот я допустим вот сейчас как обыватель смотрю я читал виноградово изучал логику но все-таки мне есть вопрос такой я понимаю что такое внятное адекватное вменяемое в мышление да но вот мне такой вот момент далее есть критерий вменяемости чтобы мы были вменяемы наше мышление мышление было адекватным реальности мы должны следовать закону логики в чем заключается эта вменяемость какой критерий логики что подразумевается под вменяемостью вот как определить что вменяемое что не вменяем сейчас мы сейчас подождите вы сейчас выдумали какую-то конструкцию которая не имеет отношения не к законам логики не к сути нашей беседы просто ее слева откуда-то притащили сюда придумали вменяемость не вменяемость не далее четких определений бормочите об этом и пытаетесь как-то это все доказать что это имеет отношение к логике это не имеет отношения к логике их первому закону логики не второму них третьему зачем вы про меняем а здесь говорите почему имеет отношение мы же говорим ну я говорю вот чтобы наше мышление было адекватно вменяем стоп 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 наше мышление может быть логичным может быть нелогичным вот если она непосредственно производится согласно оговоренных законов логики она логично потому что эти законы оговорены обозначены четко с конкретными формулировками вот вы можете иметь логичное мышление если пользуетесь и осуществляете свое мышление в рамках этих законов либо нелогично если вы вне рамок законов сейчас выбор мучите что-то вне рамок законов какое-то отношение иметь клубе это какой-то что конкретно что конкретная вне рамок логических законов бар мучу вот что я задал вот среди этих законов которые был перечислили 4 закона то было что-то о вменяемости ну мы говорили вот вначале это дорисовало ваше ваше воображение что-то дорисовало вот если вы рисуете какую-то картину вы ее строите в рамках логики вашу вменяемость определите в рамках логики тогда вам надо будет определить дефиницию для слова вменяемость что она обозначает сделать четкие связи то нам имеет какой-то смысл а сейчас этот смысл они не имеет никакого пока хорошо тогда нужны логические законы вот зачем они нужны простыми словами чтобы люди не тупили и если тыква это не тыква но ты называешь ее тыквой надо лечить тыкву и тому кто научил тому кто повторяет может чтобы они вот так вот не тупили создан первый закон тождества если человек путает тыквы ну все он не может сосредоточиться да то есть он барашек такой дебил его первым законам логики они раздумывалом они простым языком логика для чего нужно это правило построения правила корректного мышления законы правильного мышления не тупить хорошо вот мы пришли корректного мышления корректность в чем заключается в соответствии законам логики да чтобы как он и получается круг ну нет нет какой круг ну-ка расскажите мне про круг вот мы вот разговариваем на спрашивают что такое корректное мышление но это соответствие законам логики а что такое закону логики подождите 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 вы уже запутались мы уже запутались мы не говорили о корректном мышлении это вам требуется то корректное мышление то адекватно и у нас изначально логичное мышление в рамках законов логики все это научная часть а то что вы какие-то сопельки сбоку пытаетесь приделать это уже ваши фантазии которые помогают вам как-то сосредоточиться но мы пока не знаем как вот вам сначала потребовалось какой вменяемая а теперь по корректно но вот вам какие-то вот эти вот требуются слова которые вы потом сами придумаете потом сами зациклили в круг какой-то воображаемый то есть вы где-то там бродите я не понимаю зачем это бродите нас формально часть просто 4 закона логики все и определение а для чего они нужны что такое логика как раскрыть этот термин логика что это она уже назвала законы правильного мышления правильного то есть есть какие-то правила которым нужно следовать 4 законного логики считать 4 закона логики считать их все ну правила вот кто-то придумал правила я могу свои правила придумать и у меня будет пожалуйста придумали свои про правила назовите хрюгика ну хорошо я назову так ну вот а критерия отличия вот что логика какая какая какой критерий вот пожалуйста то что не соответствует законам логики вот это будут ваши критерии вы же свои какие-то законы там на придумывать и правильно я понимаю вам не нравится законы логики четыре штуки вы придумываете законы и ваники ну пожалуйста все занимайтесь это будет отношение к какому-то мышлению или не мышлению не ну вы понимаете ну я тоже могу так сказать человеку вы можете придумывать свой угол вы можете заниматься путем отрицания многое что доказать а вот конкретно вы говорите просто логика и все логические законы они правильные а какое сравнение почему они будут подождите вот в русском языке есть понятие камень да люди определили что такое камень что считать камнем правильно да это объективно если кто-то приходит с капустой говорит что это камень значит он маленько не смог сосредоточиться правильно согласен но в русском языке есть понятие логика это то что соответствует четырем законам логики официальной части если вы принесли какую-то вещь называете и логикой на самом деле это капуста является логик все все просто да подождите вы немножко не понимаете вопрос смотрите так вы задайте нас объективности который вы говорите вот объективность да вот мы взяли камень взяли стакан он вообще значим для всех объективность мы эту объективность и получаем с помощью логических законов с помощью тождества вне противоречия исключения третьего и основания достаточного мы эту объективность и получаем логика получается чтобы получить логику нужно следовать логическим законам она как бы сама себя доказывает это получается круг что противоречит в логике. Врете, врете. Вы сказали фразу, она себя доказывает. Она не доказывает сама себя. Попробуйте по новой сформулировать. Без вранья. Давайте. Чтобы получить логику, как объект... Стоп, вранье сразу. Вранье сразу. Вранье сразу. Сразу врете, чтобы получить логику. Это вранье. Нет такой задачи. Чтобы получить логику. Логика – это вполне обозначенная вещь. Ее не надо получать. Дальше. Начните еще раз. Я сейчас пытаюсь понять, что такое логика и какой критерий. Стоп, стоп, стоп. Пытайтесь понять, и то, что есть, это разные вещи. Смогло млекопитающее что-то понять? Не смогло. Логика есть вне зависимости от понимания млекопитающего. Попробуйте по новой сосредоточиться. Суть вашего вопроса в чем? Суть вопроса в чем заключается правильность логики, а не каких-либо других аналогий, логик. Логики. Почему правильно именно эта логика? Ну, потому что она соответствует Тождеству и другой логике нет. Я говорю про аналогии. Там можно Абракадабры назвать, все что угодно. Тогда еще раз вопрос задайте. Давайте попробуем еще раз, чтобы я его понял. Вопрос еще раз давайте. Какое достаточное основание логики? Какое достаточное основание? Закон достаточного основания так есть. Как мы обосновываем логику? В смысле обосновываем. Ну, вот смотрите. Мы идем. Подождите, подождите. Вот вы используете слова, и в них должен быть какой-то смысл. Обосновывайте. В смысле обосновывайте. Логику определили. Вот определены четыре закона. И обосновывать ничего не надо. Что такое обосновывать? Определены чем? Чем? А? Чем определены? Что такое определены? Есть текст законов. Первый закон логики. Имеет ни одного значения, значит, не иметь ни одного значения. И так далее. Это определение закона. Вот словами определены. Текстовым рядом определены. Люди определили, что считать первым законом логики. Вот это определено. Это уже не надо обосновывать. Вот это определено. ну что мы либо определение надо следовать законам логики правильно нет нет она уже создана она вне логики до того как логика появилась создана определение вот когда создается определение дает первого закона логики то появляется не вся логика появляется первый закон логики это просто это логично на что они обосновывались на чем какие мысли были у людей ну да какая практическая необходимость какая потребность чтобы нам нужен был закон первой логики это это уже вопрос общей философски вы хотите об этом поговорить мы поговорим об этом но это не имеет никакого отношения к обоснованию логики мы с первым вопросом разберемся и пойдем к другому или будем по всему сразу прыгать с вопроса на вопрос и так у вас был какой-то вопрос мы пытаемся его получить от вас по смыслной форме соответственно ряд ну я сейчас попробую сформулировать вот вы говорите надо определить точнее вот нам надо вот когда мы вот я так понимаю вот если есть какая-то вещь и нам ее надо определить мы пользуемся логикой чтобы то что мы определяем чтобы наша мысль соответствовала этой вещи как-то чтоб чтоб я не понял не понял вы это вопрос или повествование это вопрос такой вам кажется что надо какую-то вещь определить это не так определение определение вещей дефиниции и закон логики это разная вещь и вот для чего она нужна просто просто для чего нужна она просто есть кому-то вообще не нужна не для чего кому-то нужно для того чтобы правильно мыслить в рамках правил правило первое правильность ну русский язык откройте это следование каким-то правилам почему мы должны следовать этим правилам вы можете не следовать вы вообще можете это не обязательно явление если я понял ну почему я должен следовать я хочу быть логике пожалуйста не следуйте пожалуйста не следуйте нет я хочу понять почему я должен следовать этим правилам никто никому ничего не должен не следуйте не хотим это общество сделать логичным и трезвомыслящим я вот хочу объяснить человеку почему он должен следовать логике как если ваше если ваше общее желание следовать следуйте ну блин это как какая-то религия просто как сектор почему религия почему религия ну потому что если люди которые хотят вы не обосновываете подождите вот обоснование и правило это разные вещи внушение вы говорите о внушении не почему я должен следовать этим правилам его спрашиваю мне ответа не даете если вы хотите логично мыслить следуйте логичным правилам если не хотите логично мыслить не следуйте это выбор млекопитающего я вот при чем здесь чтобы мыслить логично надо следовать правилам почему я должен следовать правилам? Может и не следовать правилам, а почему я должен следовать, если я хочу мыслить логично. Я могу не следовать правилам, если я не хочу мыслить. Потому что вы должны следовать логичным правилам, потому что что такое логика определено и известно. То есть это известный набор знаний, известные знания, известная группа знаний. Это просто правила какие-то, которые надо следовать чтобы логично мыслить а что значит логично мыслить мыслить логично это значит соответствовать правил построение мысли логическим правилам все почему я должен следовать этим правилам чтобы логично мыслить что логика дает я не получаю в этом вопрос вот есть какая-то штука абракадабра у нее есть правило следуйте этим правилам вы будете абракадабра ну как бы Я могу так вот любое взять. Я маленько не могу понять, что вы не понимаете. Вот есть логичная информация, есть нелогичная информация. Вот давайте пример нелогичной информации. Если коробка квадратная, там лежит что-то круглое. Если оно круглое, значит это апельсин. Вот это нелогичная информация. Я так понимаю, нелогичная информация, это когда люди не смогли договориться. То есть получается, ну, а когда люди не смогли договориться, у них не получается хорошо выживать, коммуникация. Нет, нет. Нелогичная информация, это никогда люди не смогли договориться. Это вообще никак с договором не связано. Нелогичная информация, это когда люди не могут сосредоточиться и не следуют законам логики. вот это не логичная информация они просто бормочут всякую чепуху не имеющую логичных связей между собой все мысль это понятие мы с помощью слов понятия общаемся друг с другом общение нам нужно для выживания не все мысли являются логичными да и те мысли которые не являются логичными они не приводят к выживанию человечества это не связано с выживанием выживание это уже следствие у вас больше шансов на выживание но это напрямую не связано блин я не могу понять какое достаточное основание вы говорите есть логика вы можете не следовать правилам если даже выживание не является логическим основанием ну понимаете есть мысль и ее чистота а есть выживание и ее успешность но мысль зачем нужна мысль же не самоцель это средство для выживания подождите мысль может быть и не для выживания для для чего еще может быть мысль если нет для выживания для уничтожения жизни вот люди пользуются логикой уничтожают жизнь Ну, это нелогично. Когда люди уничтожают, они не соответствуют логике. Почему нелогично? Вот выбивается другая группа людей, они вполне логично ее вышибают. И что? То есть вы здесь некорректность задали. У вас эмоциональность влияет на ход мысли. Страсти ваши влияют на ход мысли. А мысли – это просто правило. Соответствует, не соответствует, вне зависимости от эмоций млекопитающих. Я ничего эмоционального сейчас не привел. Я вам говорю, что логика – она как инструмент для выживания человека. Если какие-то люди убивают... Вот вы придумали, где вы взяли эти съездки, что логика – это инструмент для выживания. Где вы взяли? Нет оснований для этого выживания. Потому что все, что делает человек, мыслит, общается и делает, то, что он делает, физически, инструменты. Если это является логичным, это приводит всегда к выживанию. Если оно не является логичным, оно не приводит к выживанию. Подожди, подожди. Это демагогия, это не прямые следствия. Почему же? Логика – это законы правильного мышления, это не законы выживания. Законы выживания, если бы вы их записали, они выглядели бы по-другому, не как логика. Ну, разные вещи. Вот капуста – это капуста, хлеб – это хлеб. Топор – это топор. Это разные вещи. Топором можно рубить капусту, но это не капуста. То же самое, вот, в вашем тезисе. Логика, она не для выживания. Она может быть очень полезна для выживания, но логика не предназначена для выживания. Она предназначена для правильного мышления. Вот, пожалуйста, самый старт. Логика – это законы правильного мышления. Все. Запомните это. Не выживание, не правильного выживания, а правильного мышления. Смотрите, вот я насколько понимаю, вот у любого действия имеется цель. Вот вы говорите, логика может быть для какого-то действия, которое не приводит к... Какая-то дальняя цель у любого действия, какой-то тайный умысл, пожалуйста. Но это не имеет отношения к логике. Ну вот вы говорите, логика может давать что-то такое, что не приводит к выживанию. Что? Что она может конкретно давать? Да порой можно рубить деревья, можно чесать за ухом. Зачем рубить деревья? Если мы выясним цель любого действия, оно всегда приводит нас к выживанию. Подождите, мы говорим о логике или о целях млекопитающего? Если поговорить о целях млекопитающего, я вам расскажу о целях млекопитающего. Довольно-таки просто. Все, это разные вопросы. Все в мире связано, но это разные вопросы. Возможно, какие цели? У млекопитающего? Ну да. Цели млекопитающего делятся на два направления. Одно – мужские цели, другое – женские цели. Мужские цели – это убить всех остальных млекопитающих в мире и дать как можно больше потомства. Женские цели – это найти самого лучшего самца и от него забеременеть. И вырастить свое потомство. Все! Это цели млекопитающих на этой планете. Хорошо. Давайте вернемся к логике. Вы такую фразу сказали, интересную, что логика может давать то, что не приводит к выживанию. Еще раз повторите, пожалуйста. Логика может давать такие понятия, которые не обязательно связаны с выживанием, но приводят к выживанию. Так, что дальше суть вопроса? Пожалуйста, обоснуйте фактом каким-нибудь конкретным, частным. Я не уверен, что вы точно передали мою мысль. Я ее вообще понять не могу. Высказать. Все, что делает живое существо, оно делает для того, чтобы выжить. Если оно является… Подождите, пожалуйста. Пожалуйста, так вот. Если существо единолично, да, оно сохраняется… Ну и сразу допустили ошибку. Вы сразу допустили ошибку. Вот любой предмет на этой планете, он может быть использован для выживания. Но это не значит, что он создан для выживания. Вот и все. Вот кокос не создан для вашего выживания. Но вы можете отбиваться кокосом от обезьян. Все. Но кокос не создан для вашего выживания. Нет прямой средственной связи. Если она вам мерещится, пусть она вам мерещится. Я благословляю вас. Но, пожалуйста, не засоряйте своими воззрениями остальных. Но логика, когда она существует сама по себе, она как существует? Как вещь? Логика не существует сама по себе. Ее выдумали люди в форме конкретных законов. Ага. Хотя в начале видео вы вроде говорили, что она существует сама по себе и не нуждается в мнении капитальших. Я не знаю. Вы меня довольно, по-моему, цитируете. Я даже боюсь. Неужели я правда такое говорю? Правильно. Ладно, давайте перейдем к следующему вопросу. Люди выдумали логику для того, чтобы правильно строить мысли. Правила нужны для целей. Цели – это выживание и продолжение рода. Следовательно, цели живого существа – сохранить себя и продолжить через поток. Стоп. Ага. Вот все… Есть закон достаточного основания, который гласит, что мысли должны быть обоснованы, как есть. Правила нужны для цели. Все, приехали. Правила нужны для цели. Обоснуйте-ка вот это. Это ерунда полная. У вас дверь солдата холодильней. Правила не нужны для целей. Ему, естественно, нет. Но это второй вопрос. Хорошо. Вот такой вопрос мне интересует. Зачем нужны правила? В данном случае правила нужны для формирования концепции логического мышления. Все. Не более, не менее. Формирование концепции – это не цель. Это цель. Сформировать концепцию с помощью того – это цель. Определиться во внутренней проблематике, добавляя в оборот еще некое количество терминов, не получится. Это бесперспективно. Вот вы добавляете то цели, то там еще несколько слов там для выживания, для чего-то еще. Вот вы что-то добавляете, добавляете, добавляете. Хоть что вы задобавляете, это не добавит никакого логического, ну или мыслительного статуса. Ничего полезного не добавит. Виктор, я вас когда спрашиваю, зачем нужны правила, вы мне что-то скажете, любое. И то, что вы скажете, это то, для чего нужны правила. Если что-то для чего-то нужно, это нужно для цели. Потому что что-то требуется, если оно нам требуется, и мы что-то для этого делаем, мы стремимся к цели таким образом. Вы, 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 цель, что вы под понятием цель воспринимаете? Цель – это. Цель – это. Расскажите, что вы, как вы пользуетесь этим термином? Цель – это. Что это такое? Поясню нам на примере. Нет, нет, не словами, а не дефиницию словесную дайте. Мне не про примеры, не про светлые образы, а дефиницию дайте. Вы использовали слово «цель». Вы под этим что-то подразумеваете. Скажите, что. Цель – это. Это какое-то слово. Цель – это то, что возникает у живого существа, когда у него есть какой-то мотив. Желание пока как-то у него возникает у живого существа два раза в день. Сначала ему захотелось, а цель – избавиться от этого желания. Ну, вот-вот-вот. Избавление. Как желание пока как связано с логикой? Вы не дали определение. Вы не дали определение понятия цели. У вас светлый образ цели. Вот пока у вас нету как бы конкретного. Цель – это. Вы сказали, это то, что возникает. Возникает много чего. Например, желание покушать. И все. Это объективный пример. Я вам даю общую дефиницию. Я не привожу вам примеры. А именно дефиницию. Вы же просили дефиницию. Это не повествование о чем-то, которое ничего не определяет конкретно. Ну, любая дефиниция, она общая. Итого, у вас есть желание, чтобы логика была как-то с чем-то связана. Вы пытаетесь расширить определение понятия логика. Прибавить туда цель, прибавить что угодно. Цель ваших этих, скажем так, научных изысканий мне неведома. Для чего вы движетесь этим путем, мне непонятно. Рациональное зерно я в этом не вижу. Я предлагаю перепрыгнуть к следующему вопросу. Хорошо, следующий вопрос. Как вы объясняете природу сознания и восприятие материального мира? Что такое сознание? Согласно определении классических, ну-то надо зайти. Ну, откройте, пожалуйста. У меня нет ноута под рукой сейчас. Мне до него дойти надо. Откройте, пожалуйста, определение сознания. Прочитайте. Например, из Википедии. Сознание это... Сознание состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий внешнего мира и тела организма, а также в отчете об этих событиях. Так, и что примитительно в сознании у вас какой вопрос возникнет? Ну, вот как вы объясните, вот вы говорите, существует материя. Ну, понимаете, я тут изучал философию субъективного идеализма. Может быть, она нелогична, но тем не менее, может, она как-то искажает мое мышление. Ну, суть в чем? Есть вот ощущение, и через ощущение нам дается материя. Ну, материальный мир. Подождите, подождите. Этого никак не избежали. Подождите, подождите. Вы изучали философию субъективного идеализма? Это кто у нас? Гигель или Кант или кто? Ой, это много кто. Шопенгауэр, Кант, Юн, Дэвид, Гигель. Понятно, понятно. Короче, список этих самых. Теперь, пожалуйста, повторите вопрос. Я отвлек, извиняюсь вас от него. Так, вопрос. Ну, вот я утверждаю, мир материальный, его нам надо воспринять. Восприятие – это наши чувства. То есть, мир материальный дан только через наши чувства. Он не может быть дан никак иначе. Как быть с этим? То есть, мир дан в сознании. Как вы объясняете природу сознания? Вы хотите сказать, что млекопитающее получает посредством некоторых сигналов, информацию, формирует картинку об окружающем мире? И что из этого вы хотите? Какой вывод получить? Что мир идеализирован? Он не реален или что? Нет, я хочу понять, как… Ну, вот вы можете сказать, что сознание – это материальный процесс мозга, да? Ну, эмпирическое, это так показывает опыт наш. Но как вот быть с тем, вот если мы в мозг залезем, мы не увидим там никаких ощущений, ясное дело. Вот как нам… Вот материя и сознание – это как две противоположности. Как нам совместить эти два? Потому что если мы видим материальный процесс, он там как через чувства, мы не увидим даже в собственном мозгу никаких ощущений. Как вот с этим быть? Подождите. Вот у нас есть материальный мир. О, объективная реальность. Вот ползает черепашка по грунту, среди каких-то растений, да? Это вот объективная реальность. Сидит млекопитающее такое, тоже состоящее из материи, которое на эту черепашку смотрит. Через органы зрения млекопитающего световой сигнал попадает на сетчатку, да, глаза, и формирует некое отражение событий, происходящих в реальности в форме неких образов, заложенных где-то либо в коре головного мозга, да, либо на неком абстрактном носителе с этим связанным полевым. Ну, будем предъявлять информацию. Извините, что перебиваю. Отражение происходит как информация, да, вот как вот, как код, например, на флешке, да, в мозгу. Информация – это разница между двумя состояниями, различие между двумя состояниями какого-то материального носителя. Вот у нас есть материальный носитель, допустим, земля. На этом материальном носителе может появиться черепашка проползти, может не появиться, да? Если не появилось, то у нас, грубо говоря, нет сигнала, нет разницы в состоянии между первой позицией и второй. Если появилось, да, мозг очленил разницу двух картинок, выбрал важное, что ему интересно, да? Это вот именно некий объект, там ползет черепашка. И образ об этой черепашке он сохранил у себя в воспоминаниях. Либо сохранил в форме движущейся картинки, либо там каких-то 3D-сканов в зависимости от типа мышления. Вот картинка, вот эта, каким образом она должна быть представлена в мозгу этого воспринимающего существа, человека, который, например, смотрит за черепашкой? Каким образом она должна быть представлена? Ну да, в виде информации получается, как код отражения какого-то деятельного, рефлексии, рефлексов. Как это по технической части? У нас есть нормальные гипотезы, возможно, они научно-состоятельные, о том, что в результате вот этого комплексного генерирования связей в мозгу формулируются или там формализовываются некое то, что мы можем назвать подобие файла, содержащего данные сведения. Можно так выразить, насколько это будет точно, время покажет. В результате накопления совокупности данных, данных картинок, данных сведений, мы можем, ну, мы имеем определенную базу для оперирования мыслительного с этими образами. Мы можем их достраивать, генерировать и так далее, и так прочее сопоставлять. Да. Смотрите, получается, то, что находится в мозгу у этого воспринимающего черепашку существа, это информация, правильно? Да. Так оно? Получается, его вот это частное воспринимание черепашки. Это внутренние технические связи внутри носителя, то есть мозга, которые отражают себе, несут в себе некое подобие блоков информации, которые, может быть, ассоциативно связаны с визуальными картинами реальности. Ну да, я так и сказал. Ну, получается, вот частное восприятие черепашки данным существом это информационный, как бы, процесс для этого непосредственного существа воспринимающего. То есть он, если мы смотрим... Да, и черепашке необходимо находиться в голове, она не... Ну, не надо босинеть никакой. Просто достаточно... Нет, это главное. Да. Но существо это, которое вот его осознание, вот если мы смотрим от его лица, мы должны быть его осознанием в этот момент. А осознание – это информация. И мы, получается, вот мы досмотрим от своего лица... Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. По-моему, сильно свободно в эти... в термины пошли опять пахать терминами. Так, можете нам напомнить информация – это... Ой, как? Сознание – это, сознание – это. Что там у нас заявлено под сознанием? Сознание – это. Там нечеткое определение. Сознание – это... Ну, это... Какие-то... Что еще? Состояние психической жизни организма, выражающееся в суббик переживания. Стоп, стоп, стоп. Состояние психической жизни организма. Сознание. Состояние психической жизни организма. Состояние. Так, ну да. Находится человек в сознании или не находится, зависит от состояния. его уже может находиться вне сознания этого состояния его жизни так то есть если туда глубже лезть это это грубо говоря наличие процессов наличие процессов которые комплексно соответствуют таком таким-то критериям наличие процесса значит это сознание если формально подходить либо их отсутствие наличие процессов извиняюсь перебил куда мы ехали как быть с тем что мы сами непосредственно мы заключены в это субъективное восприятие и не можем выйти из него непосредственно наблюдать за реальностью мы имеем дело только с информацией в мозгу там есть эта информация стоп 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 что значит выйти наблюдать непосредственно за реальностью это чего такое ну я к тому что выйти не через глаза напрямую где бы взять такое зрение которое видела непосредством глаза напрямую это как напрямую что вы имеете ввиду на ощупь или что такое невозможно я вам просто говорю как пример что это невозможно чтобы дать понять что мы имеем дело только с информацией потому что мы сами являемся информацией так стоп мы не являемся информации чего вы несете не пугайте меня являемся информации подождите 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 опять воль вольная трактовочка субъект так субъект понимаете чем делать что меня сдерживает для того чтобы в этой теме корректно беседовать это надо посидеть и все термины касаясь касающиеся сознание субъекта персоны и так далее так прочее их надо грамотно расписать а потом уже об этом беседовать и беседовать ну чтобы не не так уж расплываться то в этих в определениях как бы по старту вас все хорошо идет но вы слишком больно определения трактуете возможно это связано с этими с идеалистами которых вы наслушались ну смотрите я конечно возможно как то неправильно формулирую может быть вам еще что то неизвестно вы не читали эту информацию я это неизвестно реализм это бред вот это мне точно известно а то что является бредом я не могу читать я объясню что происходит я могу прочитать вот этого всего там кантагегеля и так далее я более того пытался это читать но я не могу запоминать нелогичную информацию и вот бред я не могу удерживать в голове более какого-то срока вот я мог там удержать бред для того чтобы сдать зачет его забыть а запоминать по серьезному я не могу это это гной который я не пускаю себе в голову это нелогичная информация вредная для организма мне надо каждый раз когда заходит речь о каком-то их воззрении экзотическом слабоумном не надо каждый раз его открывать его читать какая форма болезни разрушила этот мозг вот не более того хорошо я может быть если мы в следующий раз свяжемся подготовленных список терминов если будет мотивация делать разговор но я хочу сейчас продолжить мы с вами остановились на том что существо воспринимает черепашку и его восприятие в мозгу является информации есть но поступили какие-то среди в мозг ну дальше формация и собственная генерация потому что включает что ничто не исключается генерация суть в том что эта информация его отражение в мозгу этой реальной существующей черепашки эта информация информация о чем а реально физическом объекте так и есть но вот это существо вот этот человек который воспринимает его сознание это информация да в этой информации о том что существует материал нет 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 основания для этого вывода вот есть есть в основании ну вот есть в голове информация о чем-то или нет в голове информация это не является равно тому что сознание это информация вот на этом этапе рассуждения нет оснований для этого года да а что такое сознание тогда вот это второй вопрос но для прямого вывода то что вы сказали просто вы озвучили тезис вытекающий один из 2 а я подметил что в нем нет логической связки не более того я это озвучил а про сознание мы говорили что это состояние там ну получалось у нас но это нас определение поработать сознание вот я своими словами скажу просто ну попробуй определение но это будет вольно вот сознание это психический процесс мозга выражающийся в деятельном отражение живым существом мира в виде рефлексов и рефлексий направленных на выживание этого существа я как бы пытаюсь системно смотреть поэтому у меня все как бы в такое кольцо складывается логика нужно для выживания выживание там это для этого я пытаюсь систему выстроить мира поэтому у меня так и связано вот вот якобы понял тут сразу же в концовочке ошибочка и на старте я не могу согласовать этот термин пока пока не могу согласовать этой формулировочке и пока я не озвучиваю ряд по основаниям я не готов в таком режиме выходить на корректное определение предлагаю вам поработать с определителями со словарями зайти например в этот ресурс академик взять все все определения по сознанию и там среди этой толпы безграмотных определений наверняка будут попадутся определения корректные или частично корректные они могут находиться начиная с доля кончая там современными какими-то словарями советский энциклопедический словарь то может быть быть какое-то корректное определение сознания но сначала добраться до корректных определений вот потом мы все составили хорошо я понял вас ну я хочу просто чтобы вы были в курсе что есть такая проблема вот ощущение и материя что мы не можем одно подвязать к другому если мы воспринимаем я буду я вот этих слов то что вы произносите не понимаю ощущение и материя мы не можем одно подвязать другого для меня это непонятно звуки что подвязать и материю к ощущениям подвязать что такое подвязать для меня это просто но звуки не несущая информация подвязать ощущение к материи даже не знаю что это но я понимаю да это сложно вот это слишком поэтично для того чтобы вы знали что информативным я согласен сознание есть у нас вот как мы объясняем сознание вот в этом состоит проблема когда мы пытаемся вскрыть мозг проанализировать с помощью датчиков и прочего мы не найдем там ничего кроме информации то есть наши сознательные процессы чувства ощущения восприятия и мысли они коррелируют вместе с этими процессами мозга которые мы считаем информации по-другому никак я то что вы говорите слышу я не считаю что в этом какая-то великая проблема если просто этим надо позаниматься надо позаниматься этим в рамках логики и строгих определений все оно сойдется и будет понятно в такой человек он просто этому надо посудить время я этим и занимаюсь уже на протяжении четырех лет в рамках какого проекта вы этим занимаетесь ну я пытаюсь написать систематичную книгу систематичную науку осознание вот индивидуальный ваш проект да я так понимаю да 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 идеализм и все остальное потому что она не вяжется с реальностью один говорит одно другое другое этой философии идеализм понятно что он не не вяжется но у вас по старту вот вот эти вещи против которых я вот возражал вот они действительно вам препятствовать создать качественный продукт поэтому если запись беседы получится вот у нас вот это просто послушайте не спеша претензии то есть серьезная пологика к вашему типу рассуждения на безлогике продукта не будет меняемого и я с логикой согласен и следует им правило просто может быть я еще чего-то не понял такое часто бывает мне когда я что-то не понял кажется что кто-то что-то другой не понимает ну суть не в этом я конечно подумаю на сегодняшнем диалогам пока что для меня немного ну вообще мутно короче вот здесь в этом я пользуюсь публикой и и правилам законам я их учили хорошо мы поговорили маленько предлагаю на сегодня ограничиться этим если там на будущее назреет побеседуем еще а так спасибо за беседу предлагаю завершить были еще есть вопрос они простые они уже не про сознание не проводят давайте пробежимся без больших а давайте быстренько сделаем это вот насколько понимаю ваш проект вот ваш разумное сообщество которое называется я во первых хотел бы его найти потому что когда я перешел на ваш сайт он не не работал я на него заходил три раза в течение разного времени он не работал как мне написать ссылки чтобы найти его грубо говоря грубо говоря да у нас это все такими вспышками у нас есть основные каналы под основными каналами есть формы в telegram канале там можно задавать вопросы вам помогут там отвечают на вопросы на все вот я отвечаю на вопросы по в основном по теоретической части отвечаю из части роликов на ю тубе те которые идут по каналу научный трибунал по состоянию общения у нас собираются группы нас очень много хороших ребят но как бы возле нас определенное количество и бобров которые там постоянно устраивают битвы и дебаты драки какие-то такие интеллектуальные вот и а все то с нами работает сейчас работает на энтузиазме потому что у нас грубо говоря фонда финансирования практические средства которые поступают ну недостаточно чтобы по-взрослому как бы финансировать наш проект поэтому все кто занимается проектом все занимаются на энтузиазме а энтузиазм это дело вспышек сейчас есть вспышка на какое-то время идет потом охлаждение потом опять проблески и вспышки и так далее поэтому вот за стабильность этих процессов я как бы отвечать не могу более того чисто технически не могу отслеживать по времени потому что ну некоторые дни у меня кончаются тем что просто почту посмотрел и наполовину ответил и сутки у закончились до плюс надо отснять какие-то ролики записать беседы провести реальные разговоры и у меня просто день кончаются и я не не вывожу по времени ничем другим заниматься не вывожу и уже это тоже довольно таки проблемном не вывозить по времени поэтому простите пожалуйста если я на чьи то вопросы не успеваю отвечать и так далее чисто по времени это действительно сложно делать вот а самый простой попробуйте под научном трибунале на телеграме ребята должны сказать давайте следующий вопрос перейдем тоже связано с вашим проектом плохо конечно что он мерцающий такое состояние имеет может ну просто исчезнуть есть похоже очень проект на ваш и человек который организовал он правда не русский и ну ему был сто один год он уже умер его за звали жак фреско и проект его называется проект венера вам известно что нибудь об этом проекте ну это плохой проект любая утопия это зло это утопический про это не утопия есть дух времени так тоже организация с которой была связана проект венера и она много ложной информации распространяла сам жак говорил что это не идеализм и почему потому что там не подразумевается стагнация окончания там будет все время развития так есть разговоры я отследил этот проект венера ну как отследил просто несколько материалов ознакомился я понял что это однозначно тупик для цивилизации бредятина оконченная в которой говорится много красивых слов много вроде за хорошим но это бредовый утопический проект почему бредовый утопический ну я бред долго в голове не могу держать это и если звезды сойдутся чтобы я отдельным роликом это посмотрел и обозначил сейчас данный момент я со старта не готов ну пункт у меня в голове стоит не что-то так мне кажется заблуждаетесь начиная со слов что это утопия вы уже здесь не правы это стоп 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 там где утопия там не говорится что-то утопия тарас во вторых я не заблуждался ни по одному из вопросов публично мной озвучен вот вы можете всю хронологию моих бесед это много лет да вот ни одного заблуждения я не декларировал это факт декларировали нет пожалуйста личный двигатель вы декларировали я там даже в комментариях написал стоп 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 либо вы протупили что-то не поняли и так далее что я про вечный двигатель я сказал действительно на возможная схема при которой возможен и вечный двигатель который будет воспринимать не может называться вечным двигателем кпд не может быть выше ста если кпд выше ста значит энергия для наблюдателя внутри системы это кпд больше ста для наблюдателя вне системы это кпд меньше ста вы просто не поняли о чем речь не более того еще раз говорю я ни в одном из вопросов не тупил везде достоверная информация если вы что-то не допоняли это ваша проблема обратитесь мы вам ее объясним подробно в деталях если вам где-то померещило что-то значит вы не смогли сосредоточиться если мы делаем двигатель мы уже находимся в системе который он нам должен быть полностью развернут если мы видим что энергия ниоткуда не возникает просто так вы не поняли вы не поняли о чем идет речь там был при был показан пример если вы находитесь в бесконечной вселенной равномерно заполненными массами и какая-то какой-то из участков этой вселенной в значительных пределах замедлил свое расширение лежать я в общей динамике пульсации то наблюдатель внутри этого не будет замечать для него будет происходить это как обычный процесс то есть для наблюдателя внутри понятия об изменении энергии никакого не существует а наблюдатель жизни он сможет отследить сюда пульсация данной системы материальных объектов изменила свою динамику энергия была снята в данной точке и более того если вы просто вот эту динамику не отследили или не поняли смысл того о чем говорилось и такая проблема вашего восприятия так вот просто не допустим если у вас есть конкретное возражение по этой схеме давайте озвучьте одним предложением утверждение такое-то в части такое-то неверно по такой-то причине или сверните вашу претензию в трубочку и отправьте его по волнам утверждение какое в части какой давать утверждение утверждение я даже написал так ну давайте я не утверждение про ваши помыслы тогда озвучьте сейчас утверждение какое в части какой ждем утверждение кпд может быть выше ста так неверно в части может быть выше ста по причине того что выше ста кпд быть не может ибо если она может значит энергия должна течь с какого-то сверх материального источника недопустимо ну ладно это другое это вот копошение словах может потому что не может потому что вот есть такой тезис в рамках системы в данной вам показали откуда берется энергия энергия берется за счет изменения динамики разлета так вам показали что ваша ваш этот тезис вполне себе хорошо воспринимается вне системы но внутри самой системы для млекопитающего это будет восприниматься как кпд больше ста все вам показали два и две этих картинки вы либо меня не слышите либо не можете сосредоточиться вы бы либо вы не понимает я понимаю смысл картинками но ты здесь вопрос то что недопустимо утверждать если мы делаем такой двигатель мы должны эту систему воспринимать и быть вас вас не зомбировали тезисами просто вам сказали вот это вот не преодолимо в части такой а подробности вами сказали вы не знаете что у этого есть подробности вы не знаете какие есть варианты и поэтому вы просто молитесь на один тезис и собственно вы мне его озвучивали озвучили сейчас просто озвучили тезис который вы слышали вы повторяете не понимая содержание смысла все в этом суть вашей прецензии вы как новые ворота с ними согласны нет возражений еще раз говорю ни одного возражения объективного реального по материалам которые я даю его не было и не будет все что мы даем это материалы абсолютного качества я могу где-то оговориться там во время открытых бесед использовать некорректно термина там или ну это объективная ситуация человек может что-то оговориться но фундаментально никаких проблем никаких никакой кривизны материалов которые мы даем где мы оговорились вы тут же поправляемся и все материалы на шагу сформированы и абсолютного качества и никто нигде никогда даже если кому-то там что-то мерещится если кому-то что-то мерещится человек тупит реально все материалы которые мы даем абсолютного качества а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok